Значит, ты хочешь испытать оргазм во время секса. А теперь вот самое важное, что тебе нужно знать. Подавляющему большинству женщин для достижения оргазма требуется стимуляция клитора. Только очень небольшой процент женщин может достичь оргазма от проникновения, и большинство из них не могут делать это постоянно. Так что если ты хочешь достичь оргазма во время секса, тебе нужно найти позы для секса, которые создают наибольшую стимуляцию клитора. Клитор – это то место, где ты испытаешь наибольшее удовольствие. Так что избегать прикосновения к клитору, все равно что просить мужчину заняться сексом, не используя его пенис. Это просто так не работает. А теперь у меня есть хорошая новость. Существует так много способов включить стимуляцию клитора в секс. Поэтому сегодня я расскажу о пяти лучших позах для женского оргазма. Я Ванесса Марин. Я лицензированный психотерапевт, специализирующийся на терапии секса и взаимоотношений. Я провела последние 15 лет, работая с тысячами людей, и была признанным экспертом в таких крупных журналах и веб-сайтах, как New York Times, OO, The Oprah Magazine и Real Symbol. Моя миссия состоит в том, чтобы дать тебе инструменты, необходимые для того, чтобы у тебя были необыкновенные отношения в спальне и за ее пределами, а также много-много оргазмов. Если ты когда-либо испытывала трудности с достижением оргазма во время секса, тебе нужно посмотреть это видео. Но даже если ты просто ищешь новые забавные идеи, которые можно проверить, в этом видео ты найдешь много интересного. Получишь конкретные советы и хитрости, как усилить стимуляцию. Ты уйдешь со списком поз и техник, одобренных сексопатологом, и все это бесплатно. Как я уже упоминала в начале этого видео, подавляющему большинству женщин для достижения оргазма требуется стимуляция клитора. Так что эта стимуляция может быть вызвана рукой, вибратором, растирающими движениями или надавливанием. Но в конце концов что-то или кто-то должен стимулировать клитор, чтобы ты испытала оргазм. Хорошо, давай перейдем к этим позициям прямо сейчас. Позиция номер один. Наездница. Это также называется женщина сверху. Я говорю об этой позиции как о первой, потому что именно в ней самый высокий процент достижения женского оргазма. Быть сверху – самая популярная поза для многих женщин, потому что она дает вам полный контроль над темпом, углом, глубиной, уровнем стимуляции. Так что если сверху в порно, то вероятно видела какие-то действительно нелепые подпрыгивания вверх-вниз. Но на самом деле это не то движение, которое лучше всего подходит для достижения оргазма. Обычно гораздо-гораздо лучше сосредоточиться на том, чтобы раскачивать свое тело взад-вперед, а не пытаться подпрыгивать вверх-вниз. Ты также можешь попробовать медленно вращать тазом по кругу, или даже выполнять движение восьмеркой. Ты можешь опустить руку и погладить себя. Твой партнер может опустить руку и погладить тебя. Это также феноменальная поза для секс-игрушек. Так что если ты хочешь увеличить интенсивность растирания, можешь попросить своего партнера немного приподняться. Это задействует нижние мышцы пресса, что даст тебе более твердую поверхность для растирания. Или ты можешь попросить своего партнера положить большой палец прямо под твой клитор, а ты можешь потереться его палец. Еще одна причина, по которой женщина сверху так популярна, заключается в том, что это не самая напряженная поза для мужчин. Он, возможно, сможет намного дольше, чем обычно, что даст тебе больше времени достичь своего пика. Поза номер два – это поза раком. Так что ты, наверное, уже знаешь, как это делается. Ты стоишь на четвереньках, а твой партнер становится на колени позади тебя и входит в тебя сзади. Ты можешь просто протянуть руку и потрогать себя. В этой позе твой партнер не может видеть, что ты делаешь рукой. Так что это отличный вариант для женщин, которые немного стеснительны. Твой партнер также может очень легко протянуть руку и погладить твой клитор. Так что ты или твой партнер тоже можете использовать игрушку для своего клитора. Ты также можешь попросить своего партнера встать рядом с кроватью, в то время как ты будешь стоять на четвереньках над ней. Благодаря этому варианту твоему партнеру будет намного легче наклониться и прикоснуться к тебе. Позиция номер три – это драпировка. В таком положении ты садишься на край кровати и перекидываешь ноги через край так, чтобы ступни касались пола. Затем ложишься спиной на кровать. Твой партнер может опуститься на колени или встать рядом с кроватью между твоих ног. Если твоя кровать не подходит по высоте, ты можешь воспользоваться письменным столом или подложить несколько подушек под свое тело или под потребности своего партнера. Драпировка просто потрясающая, потому что отсюда так легко добраться до твоего клитора. Твой партнер может потереть его, ты можешь потереть его. Любой из вас может использовать для этого игрушку. Твой партнер также может сосредоточиться на растирающих движениях, а не на движении внутрь и наружу. Они могут даже попробовать раздвинуть твои половые губы, чтобы получить больше доступа. Также отличное положение для того, чтобы немного передохнуть. Так что ваш партнер может оставаться внутри вас или делать очень медленные нежные толчки. Или он может даже полностью выйти из вас и приблизить вас к оргазму, используя свои руки или рот без необходимости двигать телом. Поза номер 4. Техника выравнивания полового акта. Так вот, это вариация миссионерской позы. Я знаю, что название звучит очень пафосно, но это действительно отличная поза, потому что ее очень легко выполнять и она может быть очень эффективной. Итак, как вы это делаете, вы начинаете в стандартной миссионерской позе. Вы лежите на спине, а ваш партнер сверху между ваших ног. Затем вы хотите, чтобы ваш партнер подтянул свое тело ближе к вашей голове так, чтобы его таз был немного выше вашего тела, чем он должен быть. Так что вместо того, чтобы толкаться внутри наружу, твоему партнеру следует больше сосредоточиться на трении от твой таз. Так вот, это отличная поза для женщин, которым нравятся эти приятные ощущения. Лобковая кость вашего партнера должна находиться прямо напротив вашего клитора, что обеспечит вам невероятный контакт и стимуляцию. И вы всегда можете раздвинуть свои половые губы еще больше. В этой позе также очень хорошо работает наружный массаж. Это отличная поза для пар, которые, возможно, немного стесняются друг друга. Чтобы перейти от миссионерской позы к ней, требуется всего лишь 2 секунды. Это действительно очень интимно. А теперь один из способов поиграть с этой позой – подложить под бедра крепкую подушку. Это немного изменит угол наклона, так что ваш партнер будет касаться разных точек внутри вас. И последнее, но не менее важное. У нас есть позиция номер 5 – перевернутая миссионерская поза. Так что это вариант стиля Доги Стайл. Ты начнешь с обычного стиля Доги Стайл, когда твой партнер войдет в тебя сзади. Затем ты будешь медленно опускаться животом вниз на кровать, пока не ляжешь на живот. Таким образом твой партнер будет двигаться вместе с тобой, оставаясь внутри тебя все это время. Как только ты займешь эту позицию, твой партнер может полностью лечь на тебя сверху или оседлать тебя, стоя на коленях. Эта поза просто феноменальна для женщин, которым нужно держать бедра плотно прижатыми друг к другу, чтобы достичь оргазма. Многим женщинам нравится, когда мышцы бедер сильно напряжены. А теперь, если вам нравится непосредственная стимуляция клитора, вы можете зажать руку между бедер или попросить партнера положить руку вам между бедер. Перевернутая миссионерская поза отлично подходит для женщин, которым нравится это растирание. Таким образом ты можешь заниматься мастурбацией точно так же, как обычно, даже когда твой партнер находится внутри тебя. Так что если ты обычно прижимаешься к нему как к подушке или скомканной простыне, ты можешь просто подложить это под себя. Если ты хочешь потереться, ты также можешь попробовать раздвинуть свои половые губы, чтобы клитор получил еще больше стимуляции. Ты также можешь попробовать зажать игрушку между ног. Существует множество способов изменить угол наклона и поиграть с этим положением. Так что ваш партнер может попробовать прижаться грудью к вашей спине или опереться на предплечье, как в обычной миссионерской позе, или даже полностью выпрямиться в позе верхом. А ты можешь попробовать раздвинуть ноги еще шире или свести их ближе друг к другу. Ты можешь расположить ноги своего партнера так, чтобы они были снаружи твоих ног, или так, чтобы их ноги были внутри твоих ног. Ты даже можешь подложить подушку под бедро, чтобы изменить угол наклона. Вот пять моих любимых пост для женского оргазма. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поставь лайк, а еще лучше прокомментируй ниже и дай мне знать, какие из этих позиций тебе больше всего хочется поставить. Не забудь нажать на красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал на YouTube и нажать на значок уведомления, чтобы ты могла продолжать получать эти видео, как только мы их опубликуем. Большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...